здравствуйте мы с вами на на лондонском стадионе уэнги но сегодня как вы сами понимаете ведущие лица легенда не как это принято называть сейчас всех чем яркая игра и ничья иными словами здесь в кубке англии два шага до тоттенхэнс перед перевесом явным 20 ну и вот сейчас могла бы камера сделать с его линси по краям в обороне в центре поле андеррер анимание матьич поль пакба атакующие три у джесси линга до харри кейн против давида дыхе но лучше так лучше так санчес шестой и ян фертонгин 5 по краям бендево стрит 33 и киран трипье сон хин мин и впереди гарри кейн вот такой состав в воротах все итак полуфинал кубка англии нас с вами ожидает в красном манчестер как бы там не кончился вот кивин фрейм 4 4 арбита сегодняшнего матча правильно сказал на мой взгляд почетивно как бы наверное по мнению большинства еще на пути к трофею будет челси хотя как его знаю кто кто обыгрывает спокойно эреру который не побежал за ним и первым матч угловой уже на первой минуте у ворот манчестер юнайт так пускать такие на достаж меча не добирается и вот ответки на этот здесь уже хватают алексоса санчеса и этим недовольно публику ли себе предположить что мы еще вернемся к этому эпизоду вот здесь видите чем похоже что вот наступил киран трепия на ногу алексоса санчес и прекрасный кстати повтор часто за их увлечение в процессе игры протолкнуть вперед считаясь владеющим мячом тогда мог бы и требовать ну а тут а в сайт у ромау лукаку хотя передача с фланга была очень и очень неплохая а где что клава в сайт у ромау лукаку так уверенно зафиксировал арбитр так уверенно игру остановил активнее потому что но ворум сыграл в премьер-лиге всего лишь один матч в этом году опасно гол опасно гол передачи эриксона коллеги мои очень любят я уж даже не буду как говорится занимать очередь вот потому что это правда суще как эриксон отдает а как он вырезает эти передача и деляли просто пришел справедливо сказать что вошел с мячом в ворота да пожалуй что да прекрасно пока его двигал вперед 20 номер тот мхэма прошло какое-то время сон пока и передача на кино но в этом ракурсе очень трудно рассмотреть было ли не было в сайт один в один можно пробовать обыграть до передача низом выскакивать а не импровизировал по какая передача как довел великолепно комбинация и по-моему эриксон так падал неловко я уж даже ахнул не получил ли он травму но как они выдумывают вот эту на это надо брать это не отработанные дома это каждый из них придумывает по ходу смотрите получает мяч спиной моментально да куда открыться ладно но как быстро вторым касанием принимаются решения и мимо защитников противоход дыхе вопрос попал не попал силу так боролся шикарно поль погба мяч забрал передача еще лучше удар был чуть тороплюсь но это поль погба сработал так сработал вот когда молодец тогда молодец а алексис санчес тут как тут принимает головой и отправляет мяч в угол ворот по голу команды забили и это другой мауриньо это мауриньо довольный форм тут не виноват абсолютно бил чилийц в упор передачу какой выправил это привоз по большому счету но ведь прессинг венте и другие увлекаются до свободной отстануя работа время вот и получилось из трудной ситуации оторвавшись уже надо же отметить алексиса конечно да чуть при при налевом правилам конечно они обязаны выловить этой раз и второй и третий сколько их будет теперь юнайтер теряет мяч думаю что это отложенный же я думаю что это вот не за задержку погба получает а за тот эпизод да и не погба все правильно валенсии вот та самая отложенная желтая карточка чувствовал если янга да не не посмотрел налево и не прочувствовал передача джесси лингарду малыши принимают штрафной тоттенхэма мяч очень спокойно и хорошей подачи конечно отыгрывается вроде красиво но без продвижения а мяч то может быть перехвачен сейчас должен сон получить желтую стату пошло кстати мне показалось что здесь так и знает это не хочет раз попытались открыто сыграть так увидели что получилось передача удар в ходу по степени расстройства корейца можно предположить что арбитр на линии не поднимал флаг дать посмотрим так это или не так но пока просто отметил что а в сайт то был конечно а дальше мы удрали вслед за мячом и поднят ли нет ли пак ба неплохой удар поначалу мне казалось что явно пожадничал француз можно было хотеть партнеру направо но он закрутил достаточно мощно и в угол шел мяч по очень непростой для вратаря траектории он так и дамбеле дайер этот может и зарядить и заряжает там рикошет и штанга спасать тот мухам в этом тайме где из рук в руки даже не буду говорить качель на по законам сообщающийся сюда переходила инициатива вот этот удар и только смотрят думайте время немного 15 минут перерыва до второго тайма и не факт что последний перерыв пока добавленное время это как нокдаун в боксе то есть формально очки за него не начисляются а вот отстать фил джонс четвертый треугольник полузащите внимание матич 31 щитика и четверка атакующие что они меняются местами они шарнирные и кейн отходит назад эта четверка за те мечом игроки тот мухамма но за счет этого замедляется темп развития атаки и в итоге дэли али нарушает правила против джесси лингорода и по моему растягивает карманчик до энтони тейлор там у него есть волшебные желтые карточки одну из которых создали али и получит его открывает сразу эрикса просит передачу вот туда к лицевой мне отдай отдал прострел вдоль ворот не успели не успел дэли али добежать но здесь нашли пустую зону видите на фланге нашли янга против кейна грамот здорово дэли али кейн уже надо уже в штрафной рикошеты мяч пока что с рикошетов ворота манчестер юнайтед не летит и опять великолепная тройка тоттенхэм разыграл эту комбинацию длинные ноги криса смолинга помогли с алексис лукаку джесси лингард удар поворотом 21 манчестер юнайтед если алексису я начал голос возвышать как только семерка юнайтед получил мяч это уже совсем опасно когда он на подступах штрафной добежали большим числом обычно так в 3 в 4 манчестер редко бежит вперед вот это как раз тот вариант когда довольно одного двоих а тут добежал и андеррера который в принципе в испании это играя за бильбао бегал туда по 20 раз за игру а здесь все-таки действует поглубже и вот он добегает уступает мяч ему джесси лингард для удара и так получилось противоход я сейчас не готов пока оценить степень идеально ли сыграл виноват ли тут вратарь наверное удыхает